Витамины Надо понимать, что витамины вообще это сверхактивные вещества для организма. Ну то есть дозы маленькие, а эффект большой. И вообще любые активные вещества в организме, не только витамины, любые, которые вызывают прям живую реакцию организма, они при передозировке всегда в первую очередь проявляют токсический эффект, то есть они токсичны, если их передозировать. И витамины никак в этом плане от других активных веществ не отличаются. По сути витамины это те же гормоны, но только немножко по-другому они работают, чем гормоны. Просто, скажем так, чтобы аналогию дать, гормоны, если вы передозируете, это очень плохо. И все это понимают. Если вы передозируете какой-то сердечный препарат, который понижает давление, то у вас просто сердце остановится. И тогда это будет для вас яд. С витаминами люди этого не понимают. То есть они как бы считают, что вот они и полезные же витамины, но тем больше я их наемся, тем лучше. Плохо, что и большинство врачей этого, ну не большинство, но очень многие врачи к этому относятся так, ну не очень, скажем так, ответственно. И происходит передозировки витаминов у людей, и проявляется токсический эффект. Какие токсические эффекты? Как будто вы отравились. То есть диарея, тахикардия, то есть учащенный пульс, головные боли, то есть все, что вот потливость, то есть вегетативная нервная система в дисбаланс входит. Вот эти все токсические эффекты у человека могут наблюдаться, если он перебрал любых витаминов. Но особенно там это витамин А, витамин Е, витамины группы В, потому что они на нервную ткань влияют. То есть передозировка оказывает токсический эффект на мозг головной. Поэтому вот витамин дело опасное. У современного человека нет энергии, нет сил, зачастую по двум причинам. Потому что современное общество поражено двумя эпидемиями. Первая эпидемия — это гиподинамия, то есть недостаток физической нагрузки. А поскольку наш организм природы создан для активного движения и силовых нагрузок, если их недостаток, то человек будет слабеть, ослабевать, и у него не будет сил, не будет энергии. И вторая эпидемия — это эпидемия обжорства, я ее так называю. Потому что люди переедают, современный человек переедает. То есть вот они скрещиваются, две этих эпидемии — гиподинамия и обжорства. И культ еды, вот этот, да, когда со всех каналов там все повара рассказывают, как что получше приготовить там и как это получше съесть. И вот это скрещивается в одном, и современный человек попадает в эту ситуацию. Я бы на первых порах не рекомендовал даже никакому врачу идти, а просто добавить в себя физических нагрузок и снизить количество потребляемой пищи. Вот, ну, в 99% случаев вот эта вот проблема у человека, она уходит буквально через пару недель. Если он начинает просто делать зарядку хотя бы там 10-15 минут, и на ночь, допустим, там начинает вместо ужина есть один салат. Там огурцы, помидоры, зелень там с маслом, да. Ну, просто калории снижает, набивает желудок, но не калорийной едой, а салатом. И постепенно у него действительно организм от этого просто расцветает на глазах. Если уже это не помогло, вот там пару месяцев, вот мой совет поприменяли, ну, тогда можете пойти обратиться к доктору. Лучше всего идти в таком случае не сразу к какому-то специалисту, там эндокринолог, либо диетолог, либо там какой-то кардиолог, или невролог, да. Сейчас принято, сейчас это модно, идти сразу вот к узкому специалисту какому-то, там нутрициолог, например, да. А пойти, найти на районе у себя, поспрашивать у людей, найти самого старого авторитетного терапевта. Вот такого с опытом, да, с клиническим. Пусть он будет какой-то пожилой такой, мудренный, да. И вот пойти к нему сходить, записаться на прием, попасть к нему, сходить. Вот он, как бы, во-первых, поймет, если у вас сразу, потому что человек врач с опытом, он понимает, ты еще не успел зайти, он уже тебе диагноз поставил, да. Вот, ему не нужны для этого какие-то там приборы и так далее. Он уже примерно понимает, что. И он тебе тогда скажет, что, товарищ, у тебя ничего серьезного нет. Там, сдай пару анализов, я посмотрю там и так далее. Или скажет, знаешь, у меня подозрение, что у тебя вот что-то вот это, допустим, неврологическое что-то, да, или гастроэнтерологические какие-то. И он направит тогда. У него, как правило, у такого врача есть проверенные специалисты, которые он своей жизнью наработал. И он знает, что они действительно помогут. И он направит вас тогда уже в нужном направлении. Вот так надо действовать. Во-первых, все-таки летом стараться обязательно хотя бы полчаса в день проводить на солнце. Ну, вот, как бы это ни казалось там банально там или что-то, ну, найти время для того, чтобы получать солнечные ванны. Вот кто живет там в деревне, тому проще. Можно там выйти на участок и полежать на чем-то. На одной 15 минут стороне и на другой, да. И уже этого будет достаточно. Вот. Городским жителям, ну, стараться там, допустим, мало того, вот я такой совет иногда даю по поводу вот гиповитаминоза, витамина Д. Снимайте солнцезащитные очки. Вот ходите без солнцезащитных очков побольше. То есть при каждом удобном случае снимать. Потому что сейчас такая привычка у людей все время в солнцезащитных очках ходить. И это сильно достаточно снижает инсоляцию, вот воздействие солнца на кожу. Поэтому летом старайтесь, как бы, если совсем солнце глаза не слепит, снять очки лишний раз и, как бы, без них побыть. Вот. Второе там, допустим, побольше ходите пешком. То есть вот банальный совет там, пожалуйста, экскалатор в метро идет. Ну, не стойте вы на нем, а пройдите, да? Вот. Или там надо вам проехать две станции метро. Ну, не едьте вы, а пройдите пешком эти две станции метро. Поменьше пользуйтесь общественным транспортом. Вот. Делайте зарядку по утрам. Ну, это я уже говорил. Заходите куда-то в помещение, и там есть лифт. Старайтесь не пользоваться лифтом. Ну, вот где можно, добавьте себе нагрузку. Добавьте. Сначала, может, вам это покажется неприятно, там как-то вот и как-то не очень комфортно. Но вы воспринимаете это как лечение, да? Как вот лечебное воздействие, вот от меня рекомендацию. И, ну, хорошее лечение не бывает приятным. Понимаете? То есть вот сначала как-то неприятно, некомфортно, вот это все. А потом, когда человек втягивается в это, для него становится, знаете, как квест такой все время. Где я могу себе еще вот сегодня там что-то там. И он все активнее, активнее, активнее становится с каждым днем. И за лето получает колоссальный вот этот вот заряд. От того, что он много двигался, на солнце был. И поменьше там старался есть. Вот и к зиме он уже совершенно в другой форме. Потому что зима у нас в нашей Москве, любимой, она достаточно как бы такая снежная. И много не походишь.